С 2018 года Сахалинская область потеряет более 50 миллиардов рублей, полученных от налогов проекта «Сахалин-2». Правительство страны собирается перераспределить эти деньги на развитие Дальневосточного федерального округа. Такая информация поступила в область из федеральных СМИ. Остатков бюджета не хватит даже на жизнь, прокомментировал информацию губернатор Сахалина и Курил Олег Кожемяка. Итак, правительство намерено внести поправки в бюджетный кодекс, предполагающий с 1 января 2018 года перераспределение в пользу федерального бюджета доходов от налога на прибыль участников нефтегазового соглашения о разделе продукции «Сахалин-2». Случаи принятия поправок потери сахалинского бюджета составят 51,3 миллиарда рублей за три года, в том числе 25 миллиардов рублей уже в 2018 году. Для нас это будет носить катастрофические последствия, сказал Олег Кожемяка. При таких обстоятельствах мы не сможем спланировать свой бюджет даже на текущие расходы. Мы уже не говорим о строительстве школ, учреждений здравоохранения, жилья для переселенцев из ветхого аварийного жилого фонда, о программах, которые связаны с благоустройством городов и поселков, о льготах, которые мы принимаем для многодетных семей, инвалидов, семей с низким уровнем доходов, для детей войны. В сокращении затронут все виды региональной государственной поддержки. Нефтегазовые проекты, которые реализуются на Сахалине, должны прежде всего работать на экономику и социальное благополучие жителей Сахалинской области. Люди много лет ждали, когда они начнут приносить отдачу. Наконец это произошло. Нефтегазовые доходы стали вкладывать в развитие области, в новые проекты, направленные на повышение качества жизни людей. Только-только появились первые реальные результаты, которые действительно заметны. И сейчас вся эта работа под угрозой срыва. Мы не были поставлены в известность об этом решении, подчеркнул губернатор области в сообщении информационному агентству Сахком. Резонансные поправки в бюджет Госдума рассмотрит 27 октября. К акциям протеста против отъема денег присоединяются все больше сахалинских организаций и обычных граждан. Представители Сахалинского областного союза организаций профсоюзов и областных отраслевых профсоюзных организаций примут участие в пикетах, запланированных в Южно-Сахалинске и Новоалександровке 2 октября. Кроме того, по инициативе профсоюзной стороны в Южно-Курильске организован сбор подписей под обращением к президенту. Подписи собирают с сегодняшнего дня во всех муниципалитетах. По инициативе местных депутатов, в том числе и в Ахинском районе, письмо находится в Центральной библиотеке. Своё отношение к происходящим событиям в СМИ уже высказали депутаты облдумы Хапочкин, Болотников, Гомелевский, Бондарев. Обеспокоено не на шутку молодое поколение сахалинцев, которое связывает своё будущее с островным регионом. Против передела бюджета выступают молодогвардейцы и молодёжный парламент области. «Оставьте сахалинцам и курильчанам возможность развивать свои острова и жить достойно». Этими словами заканчивается обращение к президенту страны. Подписать письмо, напомню, можно в Центральной библиотеке. Пикет против отъёма сахалинских денег состоится и в Ахе. О месте и времени будет сообщено дополнительно. Продолжение следует...